А мы продолжаем выпуск. Корпус ядерного реактора нового поколения отправили сегодня из Волгодонска в Турцию. Огромную конструкцию длиной 12 метров изготавливали почти три года. Уже скоро она займет свое место на турецкой АЭС АКУЮ. На специальные транспортеры погрузили еще два агрегата впечатляющих размеров, парогенераторы для АЭС в Бангладеш. О том, почему заказчики выбирают именно российское оборудование и как устроена доставка особых грузов, в репортаже Вероники Богме. С минимальной скоростью и максимальными мерами безопасности. Вес каждой конструкции больше 330 тонн. Два агрегата отправятся в Бангладеш, а тот, что в караване идет первым, на южный берег Турецкой республики, где Россия строит атомную станцию. Комплект парогенераторов с завода уже отгрузили, а этой конструкции предстоит стать сердцем новой турецкой атомной станции. Это корпус ядерного реактора. Мега надежный и безопасный. Реактор поколения 3+, до 500 точек контроля качества. Имеет устройство локализации расплава или ловушку, которая ни при каких обстоятельствах не допустит утечки. Российская разработка учитывает в том числе и фукусимский опыт. Такого класса реакторов в мире больше нет. Отгрузив ключевое оборудование для первого энергоблока, завод приступил к активной фазе производства второго. Торжество словно подарок к празднику в дни юбилея всей отрасли «Росатому-75». Наша задача в этом году отправить заказчикам 3 корпуса реактора и 17 парогенераторов. И далеко не каждый советский период, самые лучшие времена, могли машиностроители похвастаться такой большой работой. И это в непростых условиях пандемии коронавируса. Пришлось искать новые формы взаимодействия с иностранными заказчиками. В их числе бывали и Белоруссия, Индия. В перспективе Китай, сейчас Бангладеш и Турция. У нас сейчас уже и видеоприемка организовывается. Мы тестируем там очки дополнительной виртуальной реальности для того, чтобы все-таки можно было удаленно сдавать те контрольные точки, которые у нас есть. Впереди сложная логистическая операция. Конструкции повезут к причалу ночью по городу, предварительно сняв на пути электропровода. Дальше по воде через Болгодонской канал по Черному морю реактор дойдет до места назначения. Вероника Богма, Эдуард Ильин, Владимир Шумаков. Вести. Волгодонск.